Шутили про рубли гречку. На сцене театра драмы прошел финал областной лиги КВН. За титул чемпиона боролись шесть команд. Традиционно участники юмористической битвы привлекли в помощники известных горожан. Саратовский силач Вячеслав Максюта сыграл роль Белоснежки. Чьи шутки были самыми яркими. И кто стал победителем, расскажет Елена Губенкова. На сцене театра драмы команда СГУ Голливуд. В финале выступают на разогреве. Сами из гонки выбыли в полуфинале. Здесь же заводят зрителей и готовятся болеть за участников последней схватки. Мне все нравятся. В каждой команде есть свои плюсы, свои сильные стороны. Победит сильнейший сегодня. А за кого болеть? Сложно сказать. Наверное, за СГУ друзья. Команда КВН совершенно подготовила нечаянный клан для игры в финале. Он настолько идеален, что немножко страшно. Вы готовы? Эффектное появление. Есть. И вот на сцене метры. В финал областной лиги КВН прошли только самые веселые и находчивые. Всего шесть команд. Коллективы эконома, аграрного и СГУ готовы до последнего бороться за победу. Шутки про рубль и Новый год в финале самые популярные. Финал – это более серьезная игра, в которой хочется каждому победить. И это будет полнейшая драка, так мы назовем. И подготовка была намного серьезнее, чем к полуфиналу. Мы выложились на все 100%. Пока еще не на все, потому что выложимся мы до конца на сцене. Ну и думаю, что у каждой команды есть шанс победить, и мы тоже хотим победить. В марафоне за первое место команда аграрного вновь готовит яркое выступление. В полуфинале сделали ставку на козу. В этот раз заманили на сцену заместителя декана, сельхозтехнику и курицу. Знакомьтесь, это комендант 12-го общежития аграрного университета. Елизавета Петровна. Мужчины Елизавете Петровне привлекают бедра и грудка. Креативность и находчивость принесли свои результаты. Судьи финала отдали свои голоса команде аграрного университета. Набрав 11,7 баллов, сборная СГАУ побеждает в региональном кубке КВН. Теперь эта команда будет представлять Саратовскую область на международном фестивале, который пройдет в январе следующего года в Сочи. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.